Всем привет! Продолжаем катать Deidrotrack Simulator 2 версия 1.30. У нас установлена карта Российские просторы. Продолжаем тестировать мото-грузовиков. С вами Олежек. Уже поехали. Вот такая карта. Достаточно просторная. Большая. По сравнению с Европой. Так. Вольвочка. А, что это я? Давайте посмотрим волю. Вольвы NL 780. Скачал с сайта. Ссылочка на который, само собой, я оставлю под видео. Версия это сделано для ЕТС 1.111.1.12. Так. Что мы как внешечку смотрим? Вроде бы неплохо. Неплохо в самом деле. Неплохо, неплохо. Не идеально, но неплохо для версии 1.12. Эта же версия вышла. Там есть новая ссылочка. Там указано для 1.22. И там уже есть дополнение в отверстии 1.22. По-моему, для 1.28 что ли. Я проверял. Та версия тоже работает. Но неудивительно, что и это работает. Значит, мод сделан качественно. Хорошо сделано в речку, как обычно. Так. Первоначально я загрузил его. Там стоял такая бабочка. Стояла только один Вольву. И есть еще вторая папочка. Звуки для Вольва 780 без звуков. Конечно, работать не будет. Он будет. Физика работает, но не работают звуки. Звуков нет. Двигатель запускается. Стрелку тахометра видно, но звук само собой не слышно. Установил вторую папочку со звуками и все заработало. Все есть. Посмотрим, как будет, как дальше, как он себя покажет. Ну-ка, как звучит мотор. Немного не по-вольвовски как-то. Да. Ну, для звуков до версии 1.12. Для этого уровня пойдет. Так. Задняя. Есть задняя. Хорошо. Хорошо. Так. Груз. Груз, груз. Надо же груз пройти, да? Что мы тут сидим, тормозим, да? Ладно, давайте выбираем скорее груз. Так. Мы в озерном находимся. Что у нас есть? Ой, больно длиннющий, долго ехать. Тут, блин, серия на 5 все растянется. Так. Это не туда. Это нам туда не надо. Так. 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 Ага. Вот есть. Вот такой вариант покороче. Есть вода питьевая. Советский. Вот, наверное, давай, наверное, возьму ее за пару серий. Может быть, за три я доеду. Тут, 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 тут. Так. 15 часов. Ну, в принципе, сейчас днем-то время ограничено. У меня за одну себя не успею доехать, но за две постараюсь. Ладно, берем воду. Так. Кабинка. Вот у нас так далее. Выключаем. Вставляем габаритки, навигация. Нам не надо. У нас есть своя. Салон. Такой в серых тонах, но коричневый шкаф и стоит. Как-то интересно. Сочетание серое с коричневым. По-моему, если у Volvo 780, да у любого венелки, либо серый салон, либо он коричнево-бежевый, двухцветный. А тут как-то это, как-то, как-то, как-то нестыковочка. Нестыковочка как-то. Ну, ладно, это на скорость не влияет. Так. Место. Место рабочее. Подрегулируем чуть-чуть. Так. Правое зеркальце. Немножко. Далее. Посадка. Ага. Чуть-чуть назад можно. И... Нет. Выше, наверное, не стоит. Хотя... Нет, так оставим. Пойдет. Где наша навигация? И правое зеркало. Так. Фу-фу-фу-фу. Так. Назад потихонечку. Так, потиху выруливаем. Так. А я что-то не обратил внимание, коробка-то у нас какая. Так. Ага. Двенадцатиступенчатая, что ли, да? Ну, поехали. Лошадок у нас там что-то около 700. Движочек такой. Мошнатский. Так. Ага. Зеркала на капоте спереди тоже работают. Звук воспринимается двигателем как-то искусственно. Не воспринимается как живой звук двигателя. Ну, а машинка едет, как бы не глючит. Кнопки по салону ноль, нольки не бегают. Едем за грузом, за питьевой водой. Видать, в этом поселочке или что там. Дефицит питьевой воды. Нифига, вы, ребята, так дымят, как. А что тут на северах-то у нас, это самое, подсолнухов, что ли, много? Я вообще-то не на юге. Это вроде как северная территория. А тут подсолнухов такая куча, я дарит в адрит. Что-то обгоняешь, что ли, меня? Да ладно. Что-то серьезно, что ли? Ну, давай, попробуй. Даже зеркала на капоте работают. Так, у нас джейбрейк работает тут. Машину притормаживает, но... Но звука толком не слышно. Ух ты, ух ты. Едем с собачоночком. Собачоночка. Ой, скриншотик-то я уже не сделал. Так, надо сейчас где-то отдельно машинку зафотить, нет? Так. Ну, это кто-то в Москве. Да. Ну, конечно, надо в очередь обязательно встать. Вашу. Так. Заехали за грузом. Так. Что у нас тут? Угу. Ну, здесь можно фоточку забацать, да? Так. Вот так. И что у нас? Надо снимочек сделать, да? Вот так вот. Оп. Хорошо. Еще один. Так, пока хватит. Давайте нам нашу бочечку. Так, это куда едет? Не, не в ту степь. Нам как раз откуда с бочкой едем. Вот в ту степь надо ехать потом сюда, вверх. То, что значит, взяли. Так. А куда ехать? А не туда, что ли? Направо, походу, надо, да? Давайте поедем направо. Немножко назад. Ага, вот я вижу бочку. Так, нам развернуться надо ведь. А, может, я так достану. Так, нет. Нет. Не достойно. Надо сюда заехать. Да, это ВНЛ-ка такая баржа. Здоровая. Так. Так, смотрим, как мы там встали. Подцепляемся. Ну, отцепляем. Огромно встал, что ли, да? Я не ставлю в настройках продвинутую сцепку. Иногда бывает, особенно по российским картам, где-то поедешь, на перегибе так встанешь, что, допустим, вот особенно такая цистерна, вот у нее вся эта байда с трубами и шлангами, которые внизу стоит здоровенный этот ящик, да? Он на хорошем перегибе садится на брюхо, и все, и с места сдвинуть его нельзя, особенно если еще и из этого ящика ведущие колеса трака в воздухе повисают. И беспомощно колесиками своими крутит туда-сюда. Поэтому приходится раз, отцепил, немножечко, чуть-чуть передал, снова раз, сцепочку. И так, таким дерганием туда-сюда удается нам выбираться иногда из-за подняв. Из-за подняв. Так, у нас, собственно, одна дорога. Одна дорога. Так, вот тут у нас дом есть. А, есть, есть, есть гараж. Значит, в поселке Советском будет следующий наш гаражик. И потом дальше планируем. Вот сюда-сюда-сюда-сюда. Таким образом будет печально. Всю ветку до военной части, наверное, я и проеду. Я пойду по дороге. Ну, или хотя бы до Воркуты. Я рад. Угу. Может, это лишь все. Хотя бы до Воркуты. Потом по рамчику куда-нибудь. Либо сюда, либо сюда. Ну, верно, будет вот эту часть объехать. Ладно, с Богом. Поехали. Ладно, вот здесь. Пусть копить его и он. У нас на российских-то просторах в реальной жизни не так уж и редко Вольво встретишь ВНЛ, ВНЛ попадаются. По большей части это машины заезженные. Очень-очень редко встретишь такой трак в хорошем состоянии. Не в идеальном, хотя бы в хорошем. У некоторых прямо аж видно и боковые обтекатели все покоцаны. Так, что, что, что? Ну все, конечно. Все, мы сразу ограничения тут увидели. Все, стоим. Давайте ждем. Так, где-то в подходящем месте в другом сфоткаться надо будет. Сфоткаться. Слово-то какое. Скриншотик надо будет сделать. Семьсот лошадей. Легко. Через передачу прыгают. Так, у нас вот это, кстати, сколько тонн? Так, где у нас веса 20 тонн? 20 тонн в принципе это немало и чтобы даже 800 сильного движка можно было через передачу прыгать на 12 коробки не знаю возможно ли это может быть и возможно говорят это есть такое несоответствие что в разгон физика вот именно что касается разгонной динамики даже те же самые 20 тонн с более слабым двигателем допустим какой другой грузовик лошадей в 400 хотя бы до 350 400 точно так же можно было бы через передачу прыгать я это уже показывал в этом моменте и т.с. к маху дала мне кажется с нагрузкой в 20 тонн тем более сдвинуть с места 20-30 тонн это именно именно сдвинуть нить нелегко разогнать трак с таким весом нелегко особенно если там меньше пятисотки у тебя под капотом а тут через передачу хоть со второй начинай первое потом третья сразу с такой нагрузкой так не бывает мне кажется на двенадцатой коробке блогеров разных смотришь он на 18 коробке с нагрузкой 20-30 тонн перебирают все половинки и нет такого бешеного разгона как здесь в игре так а тут что-то у нас как-то просто поля дорога и деревья однообразные не тебе берез не тебе елок немножко автор не захотел добавлять так вообще-то с цистерна едем поэтому поаккуратнее надо аккуратнее вот сейчас пошли елки тоже все одинаковые у них как по команде что ли они растут почти все одного размера да все одинаково темные тут как-то не очень вот так участка разбери снят такой раз опять или они как-то крупами так вот расположены нет такого чтобы не как-то перемешивались вот там слева границу карты видно там надо было какой-то этот экран и ставим вот как-то вот справа там экрана стоит ой господи сейчас до отвлекаешься на экраны и влетишь куда-нибудь и а болен на повороте обгонять страшно там товарищ на обгон пошел давай я за ним хвостом откуда на севере полин такие компании ходят в этом откуда взялись вообще я понимаю на югах там поля какие-то места да сейчас ощущается уже да по карте что немного однообразно она как бы вот по окружению я посмотрю если как бы вся карта вот такая будет она резко вот сейчас он заканчивается вот участок и совсем другой участок пошел газу газу газово и резко другой участок начинается более насыщенный кстати более насыщенный вот по траве цветочка вот я это имею ввиду там поля какие-то тут есть а вот комбайн ты откуда взялся так и что вы товарищи полицейские упертые все летим ох я давид мадрид а ой опасно ой как опасно да ты не боись там алиса сейчас как-то более-менее из из-за того что она на вот наполнена вот это часть нижняя текстура вот это имеется ввиду с где трава земля вот лучше наполнен травки больше тут поля кое-какие есть деревья немножко по разнообразнее кажется что эта часть лучше сделано чем до этого который я осветил и обозвал однообразные так а сигнал к нас какой пойдет не такой какой-то настоящего воли стоит не такой конечно настоящий венелки самый классный сигнал многие владельцы каскаде ставят сигнал от вольм очки на каскаде стандартный сигнал вообще ни о чем ни хрена все только один состав пошел тут же другой но тут сразу видно что это не так как видно природа по качеству сделано и я думаю, что это не так пуп-пуп-пуп какая-то сборная солянка, то такая дорога потом раз резко меняется и вместе с дорогой меняется подложка пуп-пуп-пуп так, это мы сейчас в сторону юга ведь едем, да? ну да к Солнцу, так сказать солнышко, впереди, время к обеду блядь конечно же так резко, ребят, тут заканчивайте дорогу, да, так, раз так вот, пожалуйста, вот дорога и подложка вообще по ширине, как бы, ну, одинаково, но и тоже идет вообще все разные ну, блин, как-то не смотрится вообще тут нет, разве когда карту строишь, нет, разве такого, допустим, вот как вот, карта, я когда делал тренд-стимулятор, ну, так для себя покатался там можно было, допустим, выбираясь, когда рельсы одно и то же основание ну, как бы, одна и та же насыпь, но это уже видно но разные рельсы, допустим совсем новые, чуть постарее допустим, с бетонными шпалами потом с деревянными шпалами новые, там, потом со старыми мазутными шпалами вообще, потом ржавые рельсы к премьеру, но насыпь идет почти одна и та же отличается незначительно ну, понятно, что где старый рельс, там и нас от постареет маленько будет ну, что вообще, я тебя как буду обгонять-то вообще так, конечно, через газон-то нельзя ну, тащиться, ребята, за вами я не собираюсь что-то пока у меня вот эта карта не вызывает такого желания ехать, 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 исследовать вот исследовать немножко не так вот в отличие, допустим, от карты Америка Трак там настолько все насыщено настолько все классно, профессионально сделано там хочется ехать, ехать знак, по-моему, там, где правильно стоял объезд препятствия влево хотя нужно было справа, да, как-то так это понимает как-то так gt как-то так так твое вот так вот разве бывает как будто вот тот участок закончился готовый который был до этот участок дополняли дальше делали и хлоп опять всунули другая текстура дороги ну это понятно что другая дорожное полотно газоны другие и сразу елки пошли разве так в жизни бывает грязняк-брязняк раз резко обрывается елки идут все ноги это особенно около дороги перемешка какая-то идет леса то есть она как-то плавно между собой перемежается ух ты Едем дальше Так, сколько мы уже проехали Ой, всего-то, да Ну, мне кажется, да, в серии две Точно у меня тут выйдет Так, время-то у нас уже в дороге Больше получаса Наверное, долго-то ехать не получится Надо, наверное, будет На ближайшей заправке, наверное, встать Посмотрим, сколько по времени там У меня дорога до него займет Что-то как-то неровно село Подъемчик, что ли, такой Да Кто там смелый на обгон пошел в гору Да, на правом повороте еще Камикадзе Камикадзе Тут маленько даже холмики пошли Нету как-то я говорю разнообразия Рег, мостов Я вот Вот сколько едут Как, блин Нет, по Канаде даже меньшее разнообразие По Канаде, когда в АТС едешь Там хуже дорога, чем здесь Меньше вообще разнообразие Еще хуже сделано Это, конечно, не идеально Но, в принципе, неплохо Неплохо, да Там еще хуже Но, блин Не рек каких-то там, я не знаю Не болот там Каких-то откосов, оврагов Каких-то Что, вся такая равнина, что ли, идет Какое-то разнообразие должно быть ведь Я так понимаю Но дороги отремонтированные Нынче в России за дороги взялись И тут, видать, тоже сделали, да Так, впереди поворотик А джейбрейк вообще тут нет Нажимаешь, вот даже не слышно О, по-моему, не работает Нет вот здесь Если есть, то так невидимо работает, да О, деревушечка там Какая-то была О, деревушечка там Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ta-та- Что-то тут лесок заборчиком огорожен Как-то будет границу между асфальтом Я понимаю, допустим, в жизни кладут асфальт разного цвета Где-то битума больше положили, где-то меньше Где-то стащили побольше камней Но границы между покрытием все равно было бы лучше, если бы она была подразмыта Вот не как здесь, четкая, яркая такая граница Асфальт, когда кладут, полосы-то кладут по-разному Сначала одну половину дороги, потом вторую половину дороги Где-то чуть дальше ушли, тут граница размыта Между ними там Было бы как-то более реально Но автор не захотел сильно заморачиваться Не, я не говорю, что карта говно Нет, конечно Я стопудово даже такой не сделаю Чтобы хотя бы такую карту сделать Это сколько часов надо сидеть, карпеть над этой картой Это хлопотно Хлопотно, непросто, вот трудно даже Остальные деревья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что? Так, я не понял. А это что? Внимание у соседа стоит, и он спокоен. Ты что, охренели что? Что, сука, делаешь-то? Тут объезд, что ли, какой-то? Как так посреди дороги какая-то хуйня стоит? Что это? А? А, туда, что ли, объезд? Я тебе посигналю сейчас. Сигналчик, блядь, нашелся. Залезть обязательно, блядь, надо, да? Я, я поворачиваюсь все-таки. Что вы за люди-то такие? Котечки какие-то тут. Все работают, амортизаторы все работают, колесики появляются. Так, что мне сигналить тут начинаете? Я скриншот делаю. Так, а что нам уже где-то вставить я хотел. Так, я уже достаточно еду для одной серии, как бы, я думаю, хватит. Ну, давай так встанем тут. А что бы нет-то? Кто мне тут? Помешаю, да? С нашими-то размерами, да? Как раз отдохнем. О, какой трачечек у меня. Ну, кстати, в кафешку сходим. Видишь, ты тут вазики-то, вазики-нивы. Сходим перекусим, отдохнем. И надо будет дальше ехать. Я думаю, наверное, с полчасика надо будет отдохнуть. Половина шестого сейчас. Ну, вот до шести, ладно, глушимся. Так, полчаса у нас есть. Сходить перекусить. И отдохнуть. Нормально, хватит нам. Даже меньше получаса на 25 минут. Ну, ладно, пойду я поем. Не прощаюсь.